Задачник Кванта. В журнале Квант в каждом номере печатают 5 очень тяжелых, но красивых задач. С 1770 года в каждом номере, то есть по 162 года. Но было время, когда я был по 45, но неважно. И когда дело подходило к тысячной задаче, Николай Борисович Васильев решил отметить. Да еще, задачник Кванта, конечно, надо решать не последние задачи, а за предыдущие годы. И особенно начальник, потому что начальник совсем гениальный, Васильев это совершенно верительный. Васильев объявил конкурс. Давайте в качестве тысячной задачи, не просто задачу, хотя задачи Кванта не все хорошие, но самую-самую-самую лучшую. Объявил конкурс, пришли письма на конкурс, по-настоящему понравилось. То есть задача, да, хорошая задача, да. И он тогда решил объявить победителя конкурса Архимеда из Сиракуса. Задача. Дана. Две хорды с общим концом. Давайте возьмем серединный певинтикуляр к отъезду на С. Он вот как-то так пройдет, да. Эта точка обладает каким свойством? Что АМ равно МЦ. Согласны? АМ равно МЦ. Но она ответили же на округе. Опустим перпендикулятор из этой точки. То есть угол МВА 90 градусов. Задача. Докажите, что отрезок АП равен сумме отрезков ПВ и ВС. Один из способов такой. Смотрим на треугольник МВС. Видите? Вот так вот треугольник. У него есть как тугу. Он опирается на углу МВ, так? Угу. По теореме вписанном угле этот угол МЦВ равен углу МАВ. Угу. Так? Да. А теперь делаем на издушку. Вспомнив, что МЦ равняется МА, повернем отрезок МЦ, чтобы он перешел в отрезок МА. Можно? Да. Замечательно. Из-за разенства вот этих углов скажите, пожалуйста, куда перейдет отрезок ВС. Точка С перешла сюда. ВА. Перейдет куда-то сюда. Правильно? Да. Замечательно. Вот давайте вот эту точку назначим В штрих. И у нас тогда вот этот вот заштрихованный треугольник получился из этого поворота. Понятно? Отлично. А вы помните, что при повороте длина отрезка не менялась? Значит, точка В штрих симметрична точке В. То есть вот этот отрезок равен. Отлично. Вообще все. Смотрите. Отрезок АВ состоит из вот этого отрезка, который равен отрезку ВС. Давайте я слушаю. АВ штрих получился поворотом. Значит, он равен отрезку ВС. Подлиняем. Из которого вот получился поворот. Да? Точка В штрих симметрична относительно прямой МВ. А? И значит, В штрих В равен ВС? Вот здесь вот у нас равноведренный треугольник. Точка В это середина страны, да? И все. Потому что получается, что отрезок АВ состоит из АВ штрих и В штрих В. И вот это вот ломанное ПВС состоит из ПВ, а он равен тоже, что В. и ВС. Поняли? Вот это один способ. Отрезок. Вот этот вот рисуем вот сюда. Можем? Смотрите, что тогда нужно будет доказать? Здесь получается, какая точка С штриха? Что АВ штриха равен Демни. Надо будет доказать, что АВ равно ПС штрих, да? Потому что этот отрезок равен Демни. А для этого на самом деле нужно будет доказать, что АМ равняется МС штрих. Пожалуйста, докажите. Это несложно. Вы помните, что действительно АМ равно МС, да? Если вы мне сейчас объясните, что МС равняется МС штрих, то это, собственно, все закончится, да? Потому что когда у нас будет вот такой вот набедренный треугольник, АМС штрих, у него это высота, а значит, это и середина стороны, да? И вот, отлично. Значит, наш цель понять про вот этот ответ. Но смотрите, здесь вот отрезки равны. На самом деле, если вы мне сейчас объясните, что вот эта прямая перпендикулярна вот этому, то все будет хорошо. А как бы это сделать? Почему МВ перпендикулярна ЦЦ штриху? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. У нас есть вот этот отрезок АЦ штрих. Есть? И есть вот эта прямая МВ. Вы согласны, что вот этот угол вертикальный ЦЦ? Да. Да. Отлично. А теперь надо каким-то образом объяснить, почему вот этот угол правильный этому. Сможете? Да. Как? Это равновесный угольник. Какое? Какое равновесное? Ц, Ц штрих и помимо. Да. Равновесный длины, да и что? Ну, а вдруг прямая МВ это не высота. Вот если прямая МВ высота, то, что мы хотим доказать, да, тогда все хорошо. Наши цели доказать, что отрезок МС равен отрезку МЦ штриху. Для этого мы хотим доказать, что вот эта красная прямая МВ перпендикулярна прямой ЦЦ штриху. Для этого, поскольку треугольник равновесный, нам интересен вот этот угол. Надо доказать, что вот этот угол равен этому. Вроде бы, здесь довольно много уже известно. Эти вертикальные, этот угол по теореме архивского угла равен этому. Все замечательно. Но осталось последнее 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 слово сказать. АМС. Да, такой треугольник есть. Осталось понять, почему у него вот здесь вот угол одна другая. Почему? потеряные письма потому, что угол АСМ равен углу АБМ. АСМ опирается на дугу АМ и значит он равен АБМ. А так АМ равно МС? Конечно. Треугольник-то был равноведленный. АМ равно МС, значит, эти углы равны. Треугольник, который доказывает, что это сто восемьдесят градусов. А значит, когда вы сюда смотрите, что возникает? Сто восемьдесят градусов. Сто восемьдесят градусов. И значит, эти углы равны. Значит, это действительно перпендикулярно. Значит, эти ответики равны. Это равноведленный треугольник. Значит, П это середина стороны основания. Понятно, да? Угу. Все? Задача тысячи, это даже пример-способ у меня решено.